Я хотел бы поговорить с вами сегодня о силе языка. Послушайте один текст, который я нашел для вас. Всего одно доброе слово, и больному становится легче. Всего одно слово сочувствия, и отчаявшаяся душа утешилась. Всего одно слово ободрения, и темный путь стал светлее. Всего одно слово надежды и веры, и плохой день стал лучше. Всего одно слово гнева может ранить сердце. Всего одно слово сурового упрека может заставить течь слезы. Всего одно необдуманное слово может и мрачить день, данный Богом. Всего одно эхидное и издевательское слово может жалить как оса. Сила языка. Кому из нас никогда не было больно, обидно, грустно из-за того, что вы услышали, что говорят за вашей спиной или прямо нам в лицо? Вы замечали, как иногда происходит? Вы выходите из дома с благословением, с улыбкой, с добрыми словами на языке. Вы выходите из дома, закрываете дверь, и тут на вас сыплются упреки. В итоге вы идете, заряженный этим негативом на весь день. Нужно быть очень сильным, чтобы восстановиться и оправиться после того, как вы услышали негативные, тяжелые, плохие слова. Сила языка огромна. Библия говорит, что жизнь и смерть во власти языка. Язык может поднять, а может и опустить. Он может придать вам смелости, но также может убить наповал. Послушайте, что пишет апостол Иаков в третьей главе своего послания. Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Очень непросто контролировать свой язык и свои слова. Ну а далее Иаков использует несколько образов. Мы влагаем удилы в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Он продолжает другим языком образов. А вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся. Небольшим рулем направляются. Дальше он дает еще одно сравнение. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И заканчивает он десятым стихом говоря. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Тут нам дан образ источника. язык может быть положительным источником или негативным источником. Негативные или позитивные слова направляют человека либо к смерти, либо к жизни. Да, именно вот так категорично. Иногда нам кажется, что наши слова не так уж и важны. Но Божье слово никогда не преувеличивает. Оно говорит истину. Жизнь и смерть действительно находятся во власти языка. Рассмотрим эти три образа. Сначала образ источника. Слова истекают из сердца и из разума. Их изображают как источник, который может утолить чью-то жажду или кого-то отравить. А еще язык сравнивают с огнем, который очень сложно остановиться. Однажды один человек обидел другого и пришел просить прощения. Тот человек сказал, «Я тебя прощаю, но хочу тебе кое-что показать». Посмотри. Он взял подушку и разрезал ее ножом. Потом он вытряхнул ее содержимое в окно, и все перья и пух разлетелись по улицам. Человек повернулся к своему обидчику и сказал, «Можешь ли ты собрать весь пух и принести его мне обратно?» Конечно же, это невозможно. Он хотел этим сказать, что сказанного слова не вернутся. Это огонь, который разгорелся, и его трудно погасить. Своими словами мы можем устроить полный беспорядок, но также они могут быть источником значительных благословений. Я хотел бы, чтобы это послание было благословением для вас. Третий образ — это руль, который может направлять нас по жизням. Например, слова, что вы получили от своих родителей, ведут вас всю жизнь. Даже если наших родителей уже нет с нами, мы часто вспоминаем, «Ах да, папа всегда так говорил», или «Мама часто мне говорила вот так-то и так-то». Мы сохранили эти слова и никогда их не забываем. Они для нас ориентир, как руль, который управляет лодкой. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Так написано в 140-м псалме. Я сказал, «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим, буду обуздывать уста мои». Мы должны контролировать наш язык. Он должен быть под постоянным контролем. Вот несколько советов, которые помогут нам бодрствовать, потому что все мы много согрешаем. В первую очередь избавьтесь от негативных слов, грубости, упреков. Так много негативных слов слышно вокруг, и это недопустимо. Измените это. Изгоните из своего лексикона негативные и разрушительные слова. Избавьтесь также от ядовитых слов вроде «ничего у тебя не выйдет», «вечно ты опаздываешь», «тебе от этого не избавиться», ну и так далее. Родители иногда запирают своих детей в тюрьме негативных слов. В образцовых школах Финляндии действует один принцип. Учителя всегда общаются с учениками в положительном ключе. Никогда не критикуют. Слова должны поднимать, вдохновлять учеников. Не применяются даже просто нейтральные реплики. Всегда нужно отметить что-то положительное. Это очень эффективный способ. Последствия негативных слов могут быть иногда губительны. Иисус говорит об этом в Евангелии от Матфея, 15 главе, 18 стихе. «Исходящее из уст, из сердца исходит, съезд, скверняй человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление». Все это драматичные последствия наших слов. Все начинается со слов. Эту проблему нужно решать радикально. Слово Божие говорит нам в послании к Колосинам, 3 главе, 8 стихе. И в послании к Ефейсенам, 4 главе, 31 стихе. «Отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, и злоречия со всякою злобою, да будут удалены от вас. Слово Божие призывает нас быть точными в словах, да поможет нам Бог понять эту тему и занять твердую позицию по поводу нашего языка. Нам нужно поднять свой язык. Это значит быть позитивным, приходить перед Богом с хвалой и поклонением, учиться следить за словами, что мы говорим перед Богом и перед нашим ближним. Вера исходит из нашего исповедания. У людей бывает трудная жизнь из-за их негативных слов. Если вы говорите негативно, то ваша жизнь будет тяжелой, и радость исчезнет. А если вы говорите позитивно, применяя язык Слова Божьего, язык, который вдохновляет, ободряет, поднимает, то вы будете иметь благодатные последствия, в первую очередь для вас самих и для ближних, конечно же. Позитивный настрой будет распространяться вокруг вас и благословлять других. Я хотел бы закончить нашу передачу сегодня молитвой. Это молитва пророка Исаии. Исаия находится в храме и ищет лица Бога. Пророк был благословением для всего народа, потому что передавал им Божьи слова. Дух Божий показывает ему видение. Исаия говорит, горе мне, ибо я человек с нечистыми устами. Он осознает нечистоту своих уст, понимает, что у него есть проблема с языком и просит помощи у Господа. Я призываю вас вернуться к Господу, попросить Его помощи, прийти ко Кресту. Пожалуйста, прочитайте сами на досуге, когда у вас будет побольше времени, всю шестую главу пророка Исаии. И тогда вы увидите, что решение проблемы приходит свыше. Если мы придем ко Кресту на Голгофе, придем к Иисусу, то Он готов простить нас, омыть и очистить нас полностью. И это для того, чтобы дать нам новое начало. У ног Господа, у подножия Креста всегда есть новое начало, в том числе и для нашего языка. Вы поняли силу языка? Так теперь давайте применим свои знания на практике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова